В эфире телеканала ННТ новости Дагестана. В студии Факира Рамазанова. Здравствуйте! И в начале короткий анонс. Во втором чтении и окончательном дагестанские депутаты большинством голосов поддержали поправки Конституции Республики. Встроили без разрешения и сразу многоэтажку. Прокуратура Махачкалы приостановила возведение еще одного незаконного объекта. Мавлит Аннаби в Доме дружбы. Тысячи человек собрались на итоговое мероприятие, посвященное месяцу Рабиуль-Аваль. Депутаты Народного собрания Дагестана подавляющим большинством голосов поддержали принятие законопроекта о поправках Конституции Республики. Голосованию предшествовало выступление председателя профильного комитета парламента Артура Истрапилова, который подробно обосновал необходимость данных изменений с точки зрения законности процедуры. Его поддержал и спикер парламента Заура Скиндеров, напомнив о том, что за целостность границ страны, включая и территории субъектов, отвечает Федеральный Центр. И предлагаемая поправка по этому вопросу необходима для приведения нашей Конституции в соответствии с законодательством России. Территориальная целостность государства – это принцип международного права, по которому территория государства является неприкосновенной от посягательства со стороны других государств. И никакого отношения к изменению границ субъектов Российской Федерации, в том числе и Республики Дагестан, не имеет. Еще один важный аргумент. Согласно статье 57 Конституции Республики, территория Республики едина. Ее границы не могут быть изменены без, это важно, без воли изъявления ее многонационального народа. В том числе, уважаемые депутаты, и нашего с вами мнения, только что был обозначен порядок всей этой процедуры, в эту норму Конституции изменения не вносятся, и она остается без изменений. Кроме того, в соответствии со статьей 68 Конституции Республики, к введению Народного Собрания относится утверждение соглашения об изменении границ Республики Дагестан и назначение референдума. Таким образом, без учета мнения народа Дагестана и Народного Собрания, а это опять же мы с вами, кто представляет интересы своих избирателей, границы Республики изменить невозможно. Предлагаемая поправка, а также сама действующая Конституция Дагестана исключает любую возможность для принятия решения о территориальных изменениях без согласия жителей Республики. Могу уверенно заявить, что имеющиеся опасения насчет территориальной целостности Республики безосновательны. В Махачкале продолжается снос незаконных строений. На этот раз строительство приостановили в центре столицы по улице Гагарина близ дома номер 86. Разрешения на возведение многоэтажки у владельцев не оказалось, но, видимо, наличие права собственности на земельный участок застройщикам показалось вполне достаточным. Однако теперь за снос объекта придется заплатить немалые деньги в счет муниципалитета. В ходе проверки на администрацию города Махачкалы было направлено исковое заявление в суд. Производителям его рассмотрели, оно было удовлетворено в полном объеме. И застройщику было дано время для самостоятельного сноса данного объекта. Между тем, данный снос им осуществлен не был. В прокуратуре города взаимодействуя с приставами и администрацию города была обеспечена техника для соответствующего сноса этого объекта. С момента, как выносится решение по вступлению в силу, застройщик должен собственными силами сразу снести данный объект. Там определенное время, полгода прошло, никакие действия не предпринимались по самовольному сносу, и пришлось в принудительном порядке. В последующем, когда такие случаи случаются, администрация взыскивает денежные средства, затраченные на снос данного объекта, собственника данного земельного участка. Шире, выше и светлее. Подземный переход на городской пляж будет обновлен. Напомним, ранее мэром Махачкалы Салманом Дадаевым было поручено ответственным органам приступить к ремонту объекта сразу после уменьшения турпотока. Накануне начальник столичного УЖКХ выехал на место для утверждения предполагаемого объема работ. По его словам, уже к концу текущего года махачкалинцы и гости столицы смогут попасть на пляж, пройдя по отремонтированному переходу. Здесь запланирована работа по покраске стен, имеющихся по увеличению, по возможности самого пролета, пешеходного перехода. Потому что хочется увеличить, как и говорил, угол города, необходимо увеличить высоту прохода. Ну, это мы будем делать за счет того, что постараемся по максимуму взять пространство, опустив плитку ниже находящуюся на переходе и подъем бетонного основания, а не основания бетонной перегородки. Все будет обновлено и вывеска будет в новом формате обновлена для туристов, для жителей города, чтобы было более приятным взглядом. Вечер благодарности. Накануне в Доме дружбы прошло заключительное итоговое мероприятие, посвященное месяцу Рабиуль Аваль, в котором родился пророк Мухаммад. Мир ему и благословения. Мавлит Аннаби собрал более тысячи человек. Подробности в сюжете Хамзу Нармагомедову. Вот и подошел к концу месяц рождения посланника Всевышнего Мухаммада, мир ему и благословения. На его протяжении по всей республике и по городам страны проходили просветительские духовно-нравственные мероприятия. В Доме дружбы при поддержке правительства региона состоялся итоговый мавлит Аннаби. С каждым годом количество наших жителей Дагестана, которые участвуют в мероприятиях, растет. Более того, хочу отметить, что очень большая работа проведена не только в республике Дагестан, но и за пределами нашей республики, в субъектах Российской Федерации, где проживают наши дагестанцы. В пользу случаем хочу обратиться ко всем дагестанцам, поблагодарить их за активное участие в этих мавлитах, мажлицах, мероприятиях. И поблагодарить в первую очередь муфти от республики, лично нашего уважаемого шейха Ахмада Фанди, за ту огромную работу, которая направлена на духовно-нравственное воспитание, на патриотическое воспитание наших жителей, особенно молодых людей, в этом месяце особенно. Акт-Алзал Дома дружбы был полон зрителями. Для них в этот вечер звучали строки из священного Корана. Нашиды, театрализованные сценки, а также проповеди известных ученых республики. Нам очень понравилось это мероприятие, много очень познавательного и интересного. Прям такая аура была, прям вся любовь, все было прекрасно. Мы очень рады, что у нас в республике проводят мероприятия. Это очень хорошо, что вот так сближают эти мероприятия. Мы очень рады, что мы здесь посетили. Было очень классно. Я думаю, что именно такого формата мероприятия очень правильное и нужное. И советую также своим коллегам, друзьям, молодежи принимать активное участие, для того, чтобы они получали правильные, нужные знания именно из уст непосредственно Алимов, которые квалифицированы в этом вопросе. Они брали информацию непонятно с каких источников, с интернета и так далее. Организатором заключительного Маулида Аннаби в Доме Дружбы выступил Миннадзе Республики совместно с Муфтиятом Дагестана. Мы надеемся, что в следующем году и далее, и в последующих годах Всевышний Аллах нам еще больше и больше даст возможность праздновать рождение пророка Алии Садатусам, проводить подобные мероприятия вместе с Рабьей Аляваль и не только. Хамзанур Магомедов, Ислам Халиков, Дауд Гасанов. Телеканал ННТ. Махачкала. И к новостям спорта. Команда Верховного Суда Республики выиграла футбольный турнир памяти Мусы Мусаева. 13-е ежегодные соревнования в честь федерального судии Кировского района прошли в Махачкале. Курбан Рагимов расскажет подробности. Мощный удар в угол ворот. Судьба Кубка на любительском турнире памяти Мусы Мусаева решилась в серии пенальти. Здесь футболисты команды Верховного Суда были точнее прошлогодних победителей – коллектива МВД. Ежегодный турнир собрал восемь команд. Их разбили на две группы. Жаркие игры стартовали еще с предварительной стадии. Если на поле царит острая конкуренция, то за его пределами теплое общение и улыбки на лицах. Семья Мусаевых и клуб Кунаки проводят спортивное мероприятие в 13-й раз. Хорошо, когда дети, родственники, близкие проводят в честь своего отца, своего дяди такие мероприятия. К сожалению, он ушел очень рано из жизни, но его дело продолжается, его старшие и младшие продолжают. И мы тоже это поддерживаем. И самое главное, такие турниры по футболу, которые проходят, они и сплачивают людей, объединяют людей в наше непростое время. У них была большая семья, друзья, коллеги. И как бы и отдыхали, и работали, и занимались спортом вместе. Ну, видишь, жизнь такая вещь. Всевышний, кто-то уходит, кто-то остается. Вот друзья решили, когда их друг, подарок Аллаха, настал, чтобы память о нем и продолжили этот турнир. Для всех участников турнир памяти Мусы Мусаева еще один хороший повод вспомнить своего друга и коллегу. Жизнь мужчины трагически оборвалась на 45-м году. Он погиб в автоаварии. Порядочный, честный, активный и жизнерадостный. Так о нем отзываются самые близкие друзья, среди которых представители органов власти, судебная система, правоохранительных структур и другие. Довольно-таки успешно. Он прекрасным и коллегой был, и профессионалом в работе, и в спорте. Ну, так получилось, что его сейчас с нами не стало. И мы продолжаем традиции эти, продолжаем спорт, развиваем дети, внуки уже с нами играют на поле. Это вот поддерживается, такой вот вид спорта, когда люди занимаются им, но, наверное, отвлекаются от других, которых не нужны, таких там на улице где-то, чтобы не ходили, не шлялись. Вот мы привлекаем. Я всегда говорил, что человек умирает дважды. Если первый раз, когда у него останавливается сердце, второй раз, когда его забывают. Мы говорим, что Мусе, нашему другу, эта вторая смерть не грозит. Мы много лет еще, наши дети будут продолжать эту традицию, и много еще лет будем отмечать этот день его рождения вот таким турниром. Победителей турнира наградили памятными кубками и медалями. Организаторы также учредили денежные призы в индивидуальных номинациях. Лучшим футболистом признали лидера «Атакт» команды Верховного суда Магомеда Амарова. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это были все новости на сегодня. Смотрите нас также в соцсетях и до следующих встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова